Это, наверное, один из самых красивых заездов. За рулем синей двойки, чемпион мира и обладатель рекорда Гиннесса по самому быстрому управляемому заносу – Масата Кавабата. Здесь, конечно, скорость ниже рекордных 300 км в час, но всё равно выглядит очень эффектно. На красноярских трассах этот пилот выступает уже второй раз. Зимний дрифт здесь очень высокого уровня, поэтому для меня это своего рода вызов, в котором я решил принять участие. Но сегодня допустил, к сожалению, несколько ошибок и получил меньше баллов, чем рассчитывал. Но, тем не менее, машина очень хорошая, она была специально подготовлена, и я на ней выступаю уже второй раз. Всего в соревнованиях приняли участие 32 пилота. После квалификационных гонок 24 лучших вышли в финал и начались самые зрелищные барные заезды. К этому времени остроты со стезанием добавила погода, ведь стало значительно холоднее. Когда выходит солнышко, немножко зацеп появляется, так называемое пятно контакта, когда автомобиль хорошо цепляется. Потом в то же время солнышко уходит, появляется лёд, и так называемый зацеп пропадает. Для соревнований в Красноярске даже построили легендарную японскую трассу для дрифта. Каждый заезд получался рискованным и зрелищным, ведь расстояние маленькое, а элементов для управляемого заноса много. И главная изюминка – перепад высоты 3 метра, после которого сразу начинается бетонная стена, и к ней надо подъехать как можно ближе. Как и в любом другом соревновании по дрифту, нужно пройти оцениваемый участок в заносе в управляемом, само собой. То есть задание включает в себя постановку с прыжком, очень близкое прохождение участка вдоль стены, разворот на вершине трассы и опять же сближение стены. На подмерзшей трассе даже опытные пилоты не всегда справлялись со своими машинами и допускали мелкие столкновения. А победил в итоге Евгений Лосев из Иркутска. Вячеслав Власенко, Максим Галат и Несей. Новости. Новости.